всем привет меня зовут лиза добро пожаловать на мой канал сегодня хочу показать вам то что я хочу выкинуть из своей косметики сейчас мы находимся стадии ремонта все куда-то перетаскивается что-то новое появляется у меня появился наконец-то компьютерный стол двумя такими удобными ящичками это компьютерный стол будет не служить и туалетным столиком моим в этих ящиках я наконец-то уложил свою косметику получилось вроде бы неплохо вот но процессе перебирания и раскладывания косметики я нашла много того что мне нужно выкинуть я думаю сейчас вместе с вами все это дело выкинем итак сажала все это в такую баночку чтобы все это не растеряло ну наверное двух таких штучек прошу прощения они грязненькие ну как бы я не стала мыть ну смысл если я буду выкидывать что-то на марафет надеть ну вот с этим прекрасно видно что у меня случилось у меня с ним поигрался котик вот этот как новый но есть другой от жел техник как так называется он мне намного больше нравится он удобнее и поэтому зачем мне вот этот когда мне есть лучше выкидывай потом меня есть была вот значит такая пудра от бель этой пудры уже наверное знаете год до три если не четыре она не валялась валялась делаю одно время и активно пользовалась у меня довольно таки серьезные проблемы с пудрами не очень тяжело найти ту который мне понравится который будет на мне хорошо лежать почему-то в последнее время пудры какие-то тональные средства корректоры консилеры в общем ну неприятно мне когда они находятся у меня на лице мне кажется что как-то тяжело ну как-то в общем в общем мне некомфортно с ними если что более-менее могу переносить это пудра но не любая вот одно время я вот как-то вот наткнулась на вот эту вот матирующую пудру я использовалась пока не нашла что-то получше в общем она у меня уже несколько лет лежит без дела и я это выкидываю далее далее вот такой биби крем от гарнир отвратительная вещь я не знаю что что вообще здесь может быть какие могут быть плюсы одни минусы он какой-то густой он плотный он жирный он жутко забивает ну в общем я вот у меня одно слово фу просто отратная вещь не знаю как кто этим пользуется может быть конечно кому-то это и идет на мою жирную кожу это просто отвратительная вещь далее выкидываем далее вот такая тушь китайская заказала я значит наборчик себе туши из китая по-моему там три или четыре туши в принципе китайские туши мне нравятся они конечно не создают какой-то там объем или супер удлинение они ну для дневного повседневного макияжа они в принципе пойдут плюс их в том что они при смывании не разводюгиваются по глазам да а просто снимаются пленкой мне почему-то безумно этот эффект нравится поэтому я их заказала но как бы особо пользоваться мне ими не не нравится в общем она у меня лежала лежала одна превратилась вот в такую вот хрень одну я еще раньше выкинула и у меня осталась одна которая еще вполне довольно таки хорошо выглядит она у меня лежит и лежит высохнет выкину далее значит какой-то лайнер подводка она у меня абсолютно высохла я ее может быть раз в три пользовалась мне тоже долго-долго лежала вот даже не рисует вообще никак ну естественно это выкинуто далее вот такой вот карандаш 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 хрен знает от кого в общем вот такой ну вот карандаш весьма неплохой как мне казалось раньше но он довольно таки жирный какой-то такой прям густющий я бы сказала но я теперь карандаши не очень не люблю поэтому я смело могу его выкинуть он мне не нужен далее 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 блеск для губ от Эйвен нравились мне одно время блеск для губ от Эйвен которые были с якобы эффектом увеличения объема губ ну они такие были больше таким с холодящим эффектом с таким холодком мне это нравилось у меня было несколько и конкретно мне нравился один цвет вот покупала я покупала и решила значит я такая поэкспериментировать и купила вот такой вот цвет я не знаю чем я думала он такой какой-то темно-коричневый не знаю чем я в общем думала когда я его покупала в общем совершенно не мой цвет он лежит без дела ну либо может быть я там кому-то либо выкину далее вот такая вот палетка от вот тут вот от Ифраше цвета вот значит вот такие они по-моему я покупала не чисто палетку а покупала такую косметичку с целым набором всякой значит косметики вот этот вот черный это был мой первый черный цвет он был просто чумовой мне безумно нравился не в годы своей молодости красилась в клуб вот здесь вот был такой бирюзовый синий какой-то темный ну не знаю но в общем безумно тоже красивый цвет в принципе синие темни синие голубые темни вообще никак не идут но вот этот мне безумно нравился а остальные ну в принципе практически не пользованные скорее всего вот из-за этих двух зеленых оттенков от Амами она очень любит зеленые тени может быть и выкину если мне кажется дальше дальше вот такой вот карандаш типа хайлайтера что ли я не знаю такая вот белая хрень да куда она возюгается растушевывается я не знаю чем опять таки я думала при покупке вот этой штуковины она мне совершенно не нравится я ни разу не пользовалась в общем не знаю что с этим делать наверное выкинуть дальше тушь от мэйбелин даже стерлась название эту тушь я покупала на знаете когда на свою выпускной кажется в школе в школе а это было 10 лет назад представляете она все еще у меня и что самое интересное почему я ее раньше не выкинула почему она все еще у меня она как новая она реально как новая то есть она совершенно не засохла она красит в общем я в шоке как может тушь хранится 10 лет и высохнуть и не испортиться это нонсенс в общем а нет нет ворот не 10 не 10 11 школу я закончила в 2004 году 11 лет этой туши кошмар в общем все бы ничего я бы ее и скрасила у меня были несколько тушей вот из этой серии но она водостойкая водостойкая тушь ну не будешь каждый день краситься сейчас у меня есть водостойкая тушь от make up forever она великолепная она мне безумно нравится я ее покупала на свою свадьбу а эту можно выкинуть зачем мне эту хранить когда у меня есть лучше правда далее 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 вот такая вот помада это не блеск это помада она жидкая но при нанесении на губы она высыхает и прибивается к ним намертво то есть ее ну я не знаю по моему нереально чем-то снять кроме специальных средств для снятия водостойкой косметики либо маслом то есть ну нереальная штука но мне не нравится цвет я заказывала опять таки из Китая заказывала целый набор там по моему штук 12 наверное или даже 15 все остальные цвета мне нравятся но вот этот вот как то совершенно не очень не угадала я с цветом жалко конечно предложу может быть кто-то заберет кому подойдет такой цвет вот ну она классная штука да но много сушит губы никаких аллергий или высыпаний чего-либо оно не вызывает кстати там сняется задний спон у нас все еще продолжается подготовка к ремонту вчера наконец-то все вытащили ну не все а чуть большую часть диван притащили зал все принесли принесли поэтому сейчас у нас вот так вот все это происходит далее 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 я все вот вытащу из коробочки буду показывать вот такой вот клей для ресниц от андрея а значит ресницы я не часто клею но бывает на меня что-то находит когда я покупала свои первые реснички я купила клей от этой же фирмы но он был вот например покажу вот в таком плане чубики и он был просто великолепный он не лип никуда он хорошо держал реснички он не вызывал какого-то жуткого жжения или чего-то еще в глазах он просто был классный этот же вот даже вот ну видно я его не использовала я раз попыталась использовать и все этот же просто с отвратительным запахом глаза начинают жечь мама дорогая я не знаю для чего это но это точно не для ресниц далее ну раз я уже пошла вот такой вот штучкой я пробовала ну я очень много искала ну вот такой же как у меня было не могла найти решила а дай-ка попробую с Китая закажу ну а вдруг заказала значит вот такой вот вот в принципе неплохой жжение какого-то не вызывает но он очень липкий липнее ко всему что тоже не есть хорошо и что самое печальное просто-напросто у меня засох покидываем далее 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 вот такие вот тени покупала я их значит для того чтобы носить в уголок глаза я им какое-то время даже пользовалась но к сожалению они очень сильно блестящие то есть ну прям прям блестящие блестящие сейчас мне это уже как-то не нравится это было по молодости сейчас мне ну в уголок глаза как-то больше нравится наносить матовые тени чтобы чуть-чуть отсвежить но не переборщить далее карандашики заказывала я опять-таки из Китая сейчас у меня как-то сегодня Китай на выброс серию ну не серию набор карандашиков вот таких вот малюточек все бы ничего карандаши неплохие но вот эти цвета темно-синий и такой вот ядрено-розовый совершенно мне не идут мне не нравится поэтому естественно я это все дело выкидываю дальше такой вот карандаш для бровей покупала в каком-то обычном магазинчике где там чуть ли не на разновес продают косметику карандаш классный для бровей все в нем хорошо ну вот как бы остался уже такой огрызочек здесь была еще кисточка чтобы растушевать все это дело колпачки ну вот все что все что осталось от этого карандашика да ну зачем хранить тут такой огрызочек ну проживу без него ну тоже такой огрызочек черного карандаша какой фирмы я вам уже конечно же не скажу тут все уже стерлось карандаш классный была с ним долгое-долгое время может не выкидывать блин хорошее карандаш блин прям рисую хорошо знаете знаете как я сидела его я оставлю а вместо него выкину черный карандаш вот этой фирмы точно уговорили и далее у меня осталось пять помад вот такие вот помадки покупала целый набор там было наверное штук 16 помады ну обычная помада ничего не супер стойкие не какие-то там супер увлажняющие обычная помада главное не сушит хуже не делает это заражение не вызывает вот значит ну вот эти вот цвета рыжий красный все бы ничего но он такой уходит в розовый если красный то по мне это должен быть красный никак не розовый мне безумно не нравится сочетание в принципе красного розового как-то вместе а еще вот такая помесь как-то ну совершенно идут есть такие ядреные розовые какие-то ну почему не мои цвета ничего выкидываю остальные оставляю вот на этом все сегодня такое небольшое видео получилось надеюсь вам понравилось как я выкидываю все баночка пустая всем спасибо всем пока подписывайся на мой канал ставьте пальцы вверх пока-пока